Мы сейчас вначале расскажем наш следующий материал, а потом у нас есть еще один сюрприз для наших телезрителей, так что не переключайте. Давай. Злоупотребление служебным положением, коммерческий подкуп и иное незаконное использование лицом своего должностного положения. Во всемирной сети интернет существует масса роликов о том, что ждет коррупционеров. Но соблазн поживиться легкими деньгами нередко переосиливает здравый ум и совесть. Именно поэтому правоохранители проводят профилактические уроки с подрастающим поколением. Тема борьбы с коррупцией, она может быть и маленьким детям подана в доступной форме, практически каких-то рисунков, комиксов, каких-то моделей поведения. К подросткам другой подход. Серьезный разговор с реальными примерами, нормативами и документами. Форма должна отвечать возрасту. Коррупция – чума 21 века. На первом месте в антирейтинге работники правоохранительных органов. Они берут взятки чаще всего. Следом за ними врачи и замыкают коррупционную тройку работники образования. Пятнают совесть как те, кто дает взятку, так и те, кто принимает предложенное вознаграждение. 80% коррупционных случаев в России – инициатива самих предлагающих дополнительную благодарность за оказанную услугу. В ТОПе – решение бытовых проблем, получение диплома об образовании и должности повыше. Именно поэтому в борьбе с коррупцией важно начать с самого себя. Наш номер призывает всех неравнодушных людей, которые готовы бороться против коррупции, объединиться и идти вперед к этой цели, поставленной нашим обществом, чтобы не дать этой проблеме нас поглотить в дальнейшем. Взятка и совесть, чиновник и простой гражданин – это главные герои постановок, которые подготовили крымские студенты. Оценивали выступления представители правоохранительных органов, учебных заведений и общественных организаций. Главный критерий для судей – креативность. Кстати, телерадиокомпания «Крым» подготовила особый приз. Награждать будем сувенирной продукцией победителя самого яркого, самого креативного, самого творческого участника. И как один из таких призов мы приглашаем победителя принять участие в прямом эфире программы «Утро нового дня». СМИ несут важную роль в формировании общественного мнения. В эфире нашего канала также показывают ролики по борьбе с коррупцией. К сожалению, страх быть наказанным останавливает не всех. Самое важное, чтобы мы доносили до наших детей понятие антикоррупция личным примером. Этот предмет будет подаваться в школе, он будет объясняться. А дома, в кругу семьи, мы будем показывать личным примером то, что коррупция есть, она существует. То есть мы, скажем так, воспитаем поколение циников. Только за последние 9 месяцев текущего года правоохранительными органами было выявлено более 250 преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством. В настоящее время применяются меры как профилактические в сфере противодействия коррупции, так и непосредственно борьба с коррупцией. Это выявление уголовно наказуемых деяний. По закону максимальное наказание за взятку в России – лишение свободы сроком до 15 лет. Стоит помнить, что сесть в тюрьму можно не только за получение тайного вознаграждения, но и за его дачу. Антонина Шитова, Иван Ковалев. Утро нового дня.